здравствуйте друзья это пластмассовый енот на одной волне с вашим бизнесом и сегодня выпуск подробно о соплах для термопласт автомата но прежде чем мы поговорим о соплах пожалуйста не поленитесь и сделайте две простых вещи поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал прямо сейчас коллега вообще почему возникла у нас идея снять ролик про сопла я до вчерашнего дня думал что сопла они все одинаковые ставятся там термопласт автомат до упираются в ледниковую втулку и снимать видео не о чем но тем не менее много вопросов возникает про виды сопел про некоторые замечания которые возникают при эксплуатации термопласт автомата связаны с соплами вот сегодня мы постараемся озвучить основные моменты основные виды сопел основные проблемы которые возникают эксплуатации термопласт автомата и как их решить сопло это конструктивная часть термопласт автомата который расположена на фланце материального цилиндра и соответственно сопло принимает определенное участие в литьевом процессе то есть через него материал поступает расплавленный из материального цилиндра непосредственно в литниковую втулку и далее заполняет форм образующую пресс форма и благодаря соответствию радиуса литниковой втулки и сопла обеспечивается плотное прилегание сопла литниковой втулки что не допускает утечки материала при впрыски есть вот у нас литикова втулка ну да это вот мы взяли 110 с определенной пресс-формы вот данном случае радиус не соответствует ну можно сказать что так можно лить как можно быть до то что радиус втулки больше чем радиус тосо то мы дальше более подробно это рассмотрим каждый из вариантов соответственно как вы знаете во время литьевого процесса во время цикла сопло поджимается клетниковой втулки за счет гидравлики во время впрыска и если настроен это во время загрузки так как у нас во время впрыска возникает большое давление расплава если не будет плотного прилегания сопла клетниковой втулки и если не будет поджатие одновременно сопла клетниковой втулки то материал будет вытекать и никакого литьевого процесса правильно у нас не получится это по обычно устанавливается стандартно сопло обычной длины вот такое да но иногда когда летниковая втулка на пресс-форме глубоко посажена или имеет узкий вход используются удлиненные сопло вот это для большой машины это для маленькой машины при использовании удлиненного сопла на него устанавливается нагреватель который подсоединяется к ближайшей зоне нагрева или к свободной первой зоне есть интерпласт томате она есть это обеспечивает прогрев материала и устраняет такую проблему как застывание его сопле ну что я смотрю есть сопла разные давай по каждому типу пройдемся да вот сопла вижу которого в самом кончике откручивается еще кусочек сопла да и так называемое двухсоставное сопло оно принципе удобнее чем цельное сопло потому что позволяет наладчиком в случае засорения отверстия открутить сам кончик и прочистить его нежели откручивается полностью сопло снимать нагреватель соответственно его сложнее выкрутить чем этот кончик получить сопло в сопле ну по сути да также случае удлиненного сопла соответственно стандартных сопло меняется на удлиненное вот он такое маленькое аккуратно я смотрю в некоторых соплах есть такое отверстие даже даже два или три или четыре отверстия это для термопары или это для термопар до почему в некоторых услуг Zhang объемных соплах их нет ну потому что тут не нужно мерить температуру в этой зоне она недостаточно длинна и чтобы отдельно контролировать температуру в этой зоне то есть хватает то термопары который стоит у здесь вот эти длины с оплах стоят дополнительным по да даже сейчас я вам покажу видите в этом сопле такая прорезь соответственно для определенного типа термопары она такая она не вкручивается она вставляется и сверху нагревать так же ещеumo параметрам сопла является диаметр отверстий, через которые материал поступает, соответственно, в литниковую втулку пресс-форм. Он может варьироваться от 2 мм и достигать 8-9 мм для некоторых пластиков, для некоторых больших термопласт-автоматов. Вот мы сейчас рассмотрели стандартные сопла. Помимо стандартных сопел, есть еще такие эксклюзивные сопла, которые не часто используют, но все-таки используют. Например, сопло, в котором строен фильтр. Он защищает во многом пресс-форму, уменьшает количество брака. Этот фильтр задерживает какой-то непроплав, если какие-то частички попадаются. Непроплавленный, другого пластика, плохая фоторичка. И они остаются в фильтре? Да, и самое главное, он задерживает металлические вкрапления. Получается, фильтр сам забивается? Со временем он забивается, но он, в принципе, легко достается и, соответственно, очищается. Это в основном для горячеканальных формеров? Во многом, да. Потому что если материал, частички металла попали в горячеканальную форму, стоит большая переборка, сложный, может быть, даже ремонт. В холодноканальном-то обычный канал толстый, трудно засорить какими-то маленькими. Да, ну его еще бывает ставят, когда есть тенденция попадания металла в отливку, соответственно, брак. Такие сопла, вот они сейчас у нас показаны на экране, предотвращают поломки пресс-форм, лишние остановки термопласт-автомата для устранения этих замещений. Их достаточно, ну, нечасто, но используют. И еще один вид сопел – это смешивающий сопла или так называемый статичный миксер. Основные плюсы смешивающих сопел – это, соответственно, улучшение смешивания, стабилизация температуры и позволяет экономить краситель. Но в то же время понятно, что они тоже могут загрязняться, если не качественный пластик. Но они тоже, в принципе, очищаются. Также к ним требования есть определенные, так как они внутри сделаны из металла определенной конструкции. В это время пластик создает очень большое давление. Они должны быть правильно спроектированы и изготавливаться из достаточно качественного металла, чтобы не сломаться во время впрыска. Вот эти все сопла у нас незапираемые, да? Бывают еще сопла запираемые? Да. Это следующий вид сопел – это запираемые сопла. Основная их функция – это предотвращение утечки материала в тот момент, когда нет впрыска. Они разделяются на механические, на гидравлические и на пневматические. То есть, по сути, они выполняют одну и ту же функцию, просто запирание происходит за счет механики, гидравлики или пневматики. Основное преимущество использования запираемых сопел – это, во-первых, возможность параллельных движений. Например, во время открытия толкания можно делать загрузку, материал не будет вытекать. То есть, уменьшение времени цикла. Также при использовании запираемых сопел нет влияния на отливку во время загрузки. Потому что, если у нас выставлено большое противодавление, а форма, например, горячеканальная, ну или с коротким литником, еще он не застыл, при загрузке материал подавливает в отливку и тоже могут быть какие-то дефекты. То есть, идет загрузка, материал поддавливается, сопло открытое и материал поддавливается. Это, по сути, продолжается впрыск. Также при использовании запорного сопла не нужно выставлять большую декомпрессию при работе ТПА в цикле с отводом каретки. Так как без запорного сопла приходится делать большую декомпрессию и, соответственно, через литниковую втулку поступает воздух, который при впрыске может дать дефекты на отливке. Ну и, если подытожить преимущество запорного сопла, можно сказать, что запорное сопло позволяет открывать литниковую втулку только в момент впрыска. То есть, можно более точно настроить литевой процесс. Еще где-то видел, что производилось литье в термопластурномате без использования литниковой втулки, да? Это какое-то специальное сопло для этого нужно? Получается, сопло непосредственно упиралось в форму? Да, это есть такой специальный тип сопел. Непосредственно сам кончик сопла, грубо говоря, упирается в форму образующую. Ну, в тоненький слой металла. И отливка получается без литника. При этом форма холодноканальная. Но за счет того, что из сопла материал впрыскивается непосредственно в форму образующую, литник отсутствует. Рассмотрим соответствие сопла и литниковой втулки. То есть, это соответствие или на соответствие влияет на литьевой процесс. Первый вариант – это когда радиус сопла больше, чем радиус литниковой втулки. Соответственно, в этот момент при литье у нас возникает так называемый грибок. И плотного соприкосновения не происходит. Даже если не будет утечек материала, литник может просто застревать в литниковой втулке. Ну, соответственно, литьевой процесс в автомате не получится. В счет того, что шляпка у литника будет больше, чем сам литник, да? Он не сможет внутрь пролезать. Рассмотрим другой вариант, когда радиус сопла и литниковой втулки соответствует. Этот вариант приближен, как говорится, к идеальному. То есть, в данном случае обеспечивается плотное прилегание. И утечки материала отсутствуют. Литевой процесс будет не останавливаться и литься качественно. И третий вариант тоже позволяет качественно лить отливки. Это когда радиус сопла меньше, чем радиус литниковой втулки. В данном случае обеспечивается, можно сказать, самое лучшее прилегание. Потому что по маленькой круглой площади происходит прилегание сопла к литниковой втулке и обеспечивает качественный литевой процесс. В идеальном варианте радиус у сопла должен быть немножко меньше, чем у радиуса втулки. Да, равен или немного меньше. Если он больше, то, соответственно, возникают проблемы. Также нужно учитывать отверстия в сопле и отверстия в литниковой втулке. Отверстие в сопле должно быть меньше, чем отверстие в литниковой втулке. Диаметр отверстия. Диаметр отверстия, да. То есть в данном случае это неправильный вариант. То есть здесь будет образовываться так называемый грибок, который будет мешать съему литника. То есть идеальный вариант, когда диаметр отверстия в сопле, соответственно, меньше, чем диаметр отверстия в литниковой втулке. На литьевой процесс, на вот эти возможные утечки материала влияет соосность отверстий в литниковой втулке и сопла. Процесс выставления соосности мы показывали в одном из наших видео. По ссылочке можете более внимательно посмотреть. В случае засорения отверстия сопла посторонними предметами, металлом или непроплавленным пластиком, соответственно, сопло выкручивается. Обычно используют специальный вот такой ключ на горячую. В одном из наших видео мы показывали этот процесс, как правильно откручивается сопло. Соответственно, сопло извлекается из материального цилиндра тернопластомата и прожигается. То есть достигается его полная частота, и оно обратно закручивается. То есть только надо обращать внимание, что перед закручиванием на резьбу рекомендуется наносить медную смазку, для того, чтобы в дальнейшем легче было открутить это сопло. Основные проблемы при несоответствии радиуса, при повреждении поверхности сопла и литниковой втулки могут возникать в процессе лития, и они достаточно бывают, как сказать, затратные и долгие в решении. Если материал подтекает под сопло, то в итоге он может залить и первую, и вторую, и третью зону материального цилиндра, что грозит выходом из строя нагревателя и термопар, ну и долгим простой термопластомата. Чтобы минимизировать и исключить вот эти вот замечания, радиус должен соответствовать, отверстия должны быть правильными, не должно быть повреждения на литниковой втулке и на сопле. Для предотвращения вот этих вот проблем затекания материала на материальные цилиндры, повреждения нагревателей, можно использовать термочехлы, которые помимо функции экономии электроэнергии, позволяют предотвращать затекание материала на нагреватели, на термопары, тем самым исключая их повреждения. Предохраняют. Предохраняют. Это был пластмассовый енот, а это были сопла для термопласта автомата. Маленькая деталь, имеющая большое значение. Если это видео вам зашло, ставьте лайк. Если не зашло, пишите комментарий. И в любом случае, подпишитесь на наш канал прямо сейчас. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok